Молодимца только летом. Веселенько, оптимистично, весело и опередочно. Та-дам! Он нам понравился. Добрый день! На канале Beauty 3D с вами опять я, Наталья Черкасова, ваш бьюти-босс. Сегодня мы снимаем третью серию нашего сериала. Как правильно подобрать помаду. Один раз я подбирала ее для себя, и вы потом голосовали, что вам нравится, а что нет. Потом я почитала ваши комментарии и сделала для брюнеток, и вы просили еще для тех, у кого рыжие волосы. Для брюнеток я делала на Александре, помните? А вот рыжие волосы я буду делать сегодня подбор помады на Ольге. Ольгу я встретила просто на улице. Я шла по центру, она шла ко мне навстречу. И она сказала, я вас знаю, вы делаете вот это. Я сказала, да, я делаю вот это. И сегодня мы будем делать вот это. Сегодня мы будем подбирать помаду для тех, у кого рыжие волосы. Неожиданно мы сегодня, не сговариваясь, оделись во все рыжие. Посмотрим, как это повлияет на внешность и подбор помады. Итак, я начинаю с нюдового. Мы помним, что тренд нюда никуда не уходил. Он будет и есть нежность, молодость. Итак, нюдовая помада. Ну вот, мне кажется, что в камеру вообще губ не видно. Их как будто вообще на лице нет. Оля, смотрите. Это еще этот эффект, что губ нет, усиливается тем, что платье очень яркое. Если бы платье было бледненькое, может быть, неплохо эта бледно-розовая помада была на лице. Как вам? Мне как раз она очень понравилась. Может, действительно, с платьем она не очень гармонична. Но вот для жизни я бы такую, наверное, попробовала. Хорошо. Я вот предлагаю, чтобы было как-то поярче и поинтенсивней, сделать и поэффектней. Просто немножко выйти за контур губ. Сделать губы чуть-чуть попухлее. Можно еще побольше? Как вы? Мне нравится. Ну, такой летний макияж. Летний? Мне кажется, да. Вот я бы так где-нибудь на отдыхе покрасилась. А зимой нет? Угу. Но он же очень молодит. Молодит, да. Только летом? Молодимся только летом. Мне не очень нравится. Ольге нравится очень. Так. Этот товарищ у нас переходит из серии в серию. Я его делала на себе. Вы все сказали, нет. Я делала его на Александре. На Александре мне не разошлись. И самой Александре очень нравилось. Сейчас сделаем это на Ольге, у которой рыжие волосы. Наш яркий цикламен. Холодный. И очень модный. Ну как? Ну, что скажете? Немножко переточно. Хорошее слово. Знаете, вот мне, наверное, тоже не нравится. Но серые глаза прям сразу стали яркими-яркими. На фоне вот этого фуксинового цвета серая радужка прям подожглась и стала такая насыщенная. Ну, посмотрите. Мне кажется, так я красилась, когда была очень молода. Ну, школа, начало института. Сейчас я просто молода, а это очень. Да, 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 прям слишком. Ну да, немножко вызывающе. И, конечно, опять мы не попали в гамму одежды. Одежда нас с этим цветом выкидывает. Говорит, нет, не подходит. Не подходит? Не подходит. Итак, следующий наш герой будет бледненьким. Бледненьким, потому что у нас уже такое все насыщенное. Посмотрим, попадет ли он в наш костюм. Да, вы сегодня яркая. Поскольку мы обсуждали рыжий цвет, вы решили рыжий цвет во всем поддержать. Так. Итак, это у нас просто блеск для губ. Немножко с шиммером. Вот это точно такой хороший летний вариант. Когда все делается быстро. Можно даже чуть-чуть. Чуть-чуть неаккуратно. Надо, конечно, сказать, что у Ольги идеальная форма губ. Просто прям приятно визажисту любому работать. Вот такой блеск. Может быть, нужно от такого блеска чуть-чуть еще что-нибудь такого блестящего бросить на щеки, чтобы было... А то у нас очень матовое лицо. И слишком блестящие губы. Смотрите. Как? Ну, мне нравится больше. Больше всего? Но тоже лето. Тоже лето. Ну, я думаю, летом это более уместно, чем зимой, осенью, как-то... Такое блеск. Такое настроение, да, блеск. Для гармонии блеска губ и кожи лица немножко сделаю хайлайтер. Весело. Весело. Так весь макияж и существует, чтобы быть хорошим настроением в ней все время. Итак, блеск. Он нам понравился. Да. Он нам понравился. Ну, как губы. Они еще не устали от... Нет. Нет, потому что у меня есть такая штучка, называется, знаете как? Называется праймер для губ. Праймер это то, что наносят перед... Перед фональным кремом или, в данном случае, перед помадой. Он немножко увлажнит. Чуть-чуть. Так, поделайте. Помягче. Очень приятный запах. Такое ощущение. Хорошо? Очень. Праймер хорошо. Потому что, на самом деле, иногда текстура помады и текстура блеска немножко подсушивает губами. А тут... Так, что нам тут попалось? Ага. Та-дам! Нам попалась вишня. Делаем вишню. Скажите, вообще, делаете темные помады сами? Никогда. Никогда? Никогда. То говорили купить вот эту помаду такого цвета в Корее. Это любимая помада кореянок. Они чуть ли не аплодировали после того, как я это купила. Так. А выбирала розовую. Ну, вот, года три пролежала. Ну, посмотрим сейчас. Вот такая насыщенная вишня. Или насыщенная слива. Губы сразу станут подчеркнутой формы. Сразу увидим контуры. Потому что до этого мы делали бледную помаду. И издалека не очень видна форма губ четко. Ну, вот. Мне очень нравится. Мне очень нравится эта красивая форма губ. Хорошая улыбка. Сразу прям все лицо стало какое-то, не знаю, ну, прям красивое. Смотрите. Мне кажется, Ольга не поддерживает мое мнение. Я просто не понимаю, где могу появиться с такой помадой. Везде. Где это будет уместно. Уместно везде? Да. Нет, разве? Ну, это не слишком вечернее. Ну, это и вечернее тоже. На фотографию, вечером где-то, вот, чтобы быть заметной. А вот в обыденной жизни, не знаю, насколько консервативно. Мне кажется, это красиво. Белые блузки, в черных джинсах и с таким макияжем. Вы ходите в джинсах? Да. А белые блузки? Всегда? Нет. Нет? Вот, по-моему, очень хорошо. И с маленьким, каким-нибудь черным свитером. Но это красиво. Это здорово. Ну, вот, теперь темной помады нет. И для меня прям как будто бы уже и лица нет. Я просто была влюблена в ту темную помаду и в Ольге на макияж и в ее лицо вот с той вот винной вишневой помадой. Теперь мне кажется, где же Ольга? Ну, я подобрала сейчас оттенок, который, возможно, порадует наше платье. Костюм у нас сегодня сложный, потому что он очень обязывает. Я нашла помадку у нас, которая прям тон в тон оранжевого цвета, который на платье. Попробуем его сделать. Ну, к платью идеально. Серые глаза стали с каким-то чуть-чуть кошачьим желтым отливом. Все хорошо. Ярко? Ярко. Очень? Весело. У нас сегодня день веселья, заметили? Я переттым. Ну, не знаю, мне нравится. Если немножко побольше будет кожи, если снять темные бусы, то будет очень по-летнему. Смотрите. Ну да. Вот это темное пятно, немножечко не пятно, вот эта вот темная полосочка, она немножко, ну, как сказать, взрослела. А теперь мы ее убрали с этой помадой и стало прям совсем хорошо. Хорошо. Можно, знаете, чуть-чуть бросить капельку вот этого блеска розового. Попробуем. Попробуем немножко розового блеска положить, чтобы приблизить к вашей, я так понимаю, любимой гамме, потому что мне показалось, что вы все время хотите в розовину, правда? Да, вверх, легкие, розовое. Немножечко подрозовим. Немножко успокоим этот оранжевый пожар. И вам будет поспокойнее. Вы волнуетесь, когда новые эксперименты? Или вы любите? Не особо люблю, но не волнуются. Ну, хорошо. Не особо люблю, значит, очень сильно волнуюсь. Ну, посмотрите сейчас. Спокойнее стало немножко? Или все равно? Поярче отника. Ярче? Блестяще? Нет, стало блестяще. Эффектнее. Эффектнее лучше. Эффектнее лучше? Наверное. Ну так, можно пойти на улицу, а не на какой-то, как вы сказали, специальный случай? Попробую. Ну и завершаем сегодняшнее тестирование разных помад на тех, у кого рыжие волосы. Конечно же, красный. Куда же мы без красный? Красную я выбрала, такую красную, помните, я вам рассказывала, да, что бывают теплые красные, бывают холодные. Вот я выбрала холодную красную, с таким немножко фиолетовым подтоном, потому что здесь, мне кажется, к холодным серым глазам холодная красная будет отлично. Пробуем. Вообще, вы пользуетесь красной помадой? Никогда? Смотрим. Вот красный. Оптимистично. Веселенько, оптимистично, весело и опередочно. Вот у нас сегодня вот такой набор комплиментов в сторону разных помад. Ну вот, вот такой красный. Неожиданно для... Сейчас немножечко горят щеки, потому что, помните, мы же их делали, мы их немножечко подрумянили. А сейчас я, наверное, немножечко их погашу, чтобы красный цвет... Красный цвет их еще больше подзажег. Мы сейчас сделаем опять все матовое и будет более гармонично. Вот так спокойнее. И вот так вот для меня вот это вечер. Это такой благородный вечер в красивом платье, с красивой укладкой, как сегодня, с ярким маникюром. Есть? С ярким маникюром, с красивым бархатным клачем. И вы куда-то выходите. Ну вот, закончилась съемка нашей третьей серии. Подбор помад для. Если у вас какие-то еще остались вопросы, пожалуйста, пишите. Я и Ольга тоже будут теперь смотреть ваши комментарии и читать, что вам понравилось, что нет. Оль, а все-таки что вам понравилось больше всего? Какая помада понравилась вам и она вам была... вот она легла. Вот эта помада мне понравилась. Ну, она неожиданна для меня, но я понимаю, что для глаз она полезная. Ну, вот как бы глаза становятся более эффектные, более яркие. Вот это я понимаю, да? Я еще не понимаю, насколько она приживется... В вашей косметичке? Да, в косметичке в моей жизни вечером. Да, я согласна, что, скорее всего, она будет уместна. Ура! Спасибо. Ура! Спасибо большое. Итак, давайте бродить по центру, встречать друг друга. Ну, и в следующий раз встретимся с вами. Болтаем!